Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего пирожного картошка тирамису. Без выпечки, все быстро и невероятно просто. Пирожное сочетает в себе вкус итальянского десерта тирамису с оригинальной формой и текстурой. Уверяю вас, это самая нежная и вкусная пирожная картошка, которую вы ели. Оно нежнейшее, буквально тает во рту. Для рецепта мне понадобится… Рецепт, конечно, до неприличия простой и быстрый. С ним фактически нет никакой возни. В первую очередь измельчаем печенье савоярди в блендере. Если у вас нет возможности купить печенье савоярди, его очень просто приготовить дома. Ссылку на рецепт я оставлю под видео в описании. Измельчаю печенье до состояния вот такой мелкой крошки. Пересыпаю крошку в миску. Здесь у меня в чашке примерно 30 миллилитров теплой воды, слегка теплой. Добавляю 4 грамма кофе. Можно использовать кофе эспрессо заварной. Делайте его тогда очень крепким. Но мне, кстати, больше нравится готовить с растворимым кофе. Мне кажется, он более такой ароматный получается. В крошку я добавляю сахарную пудру. Конечно, сахарную пудру корректируйте по вкусу. Вливаю кофе. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. Добавляю сыр маскарпоне. Какой же тирамису без маскарпоне? Основной ингредиент. Хорошо все вымешиваю до однородности. В итоге должна получиться вот такая однородная и плотная масса. Она не должна быть слишком жидкой. Кстати, по желанию сюда в это тесто можно добавить еще измельченные орехи. Можно добавить и какао. В общем, все на ваш вкус. Я ничего добавлять не буду. Мне нравится такой, можно сказать, классический вкус тирамису. Закрываю массу пленкой и отправлю в холодильник минут на 30, чтобы она немного застыла. И сейчас уже можно формовать пирожные. В тарелку высыпаю какао. Беру ложкой вот это ароматное тесто. Чтобы масса не прилипала, можно надеть перчатки. И формую картошку. Плотненько поджимаю. Можно делать пирожные круглые, удлиненные формы. Я буду делать удлиненные. И, конечно, размер также выбирайте сами, какой вам больше нравится. У меня получаются вот такие небольшие пирожные. Обваливаю в какао и таким образом формую все пирожные. Перекладываю на тарелку. Как великолепно пахнет это тесто. Аромат кофе. Настоящий тирамису. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 11 пирожных. Сейчас я еще их ненадолго отправлю в холодильник, примерно минут на 5, чтобы сверху хорошо впиталось какао. Для украшения буквально одну столовую ложку маскарпоне перемешаю с чайной ложкой сахарной пудры и переложу в кондитерский мешок. Пирожные я достала из холодильника. Они хорошо держат форму. Перекладываю их на тарелку. Сверху их слегка еще можно присыпать какао. Фактически это просто в качестве декора. И теперь у мешка с кремом срезаю небольшой носик. И теперь выдавливаю корешки из крема. Я просто мешок слегка вдавливаю в саму картошку, чтобы украшение хорошо держалось. И выдавливаю вот такой корешок. Конечно получается очень красиво, как настоящая картошка. Мешок я немного вдавливаю в тесто. Пирожное получилось просто невероятно нежное, ароматное. Аромат кофе потрясающий. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная Кухня. Всем пока!